привет долго думал ну как полтора месяца думал каким должен быть следующий выпуск и решил его снять не где-то там тут у нас в украине объясню почему за эти полтора месяца у меня было четыре корпоратива и все четыре и все четыре были у эти компании то есть антишники гуляли и что понимали размахи звезды всевозможные по два по три хедлайнера вечера декорации выстраиваются какие-то приглашенные артисты балет и все что угодно и я сидел думаю блин откуда столько бабок раньше так то у нас гулял сном какие-то табачные компании ликероводочные вот они там тусили его плалый а тут появились айтишники кто бы я вот подумал что мне хочется снять выпуск об этих ребятах почему сейчас многие люди хотят пойти в эту сферу сферу эти технологии инноваций и вас спрашиваю где вы берете бабки кто вы последнее время в украине и вправду чувствуется какой-то бум айти специалистов количество айтишников стране выросла на 16 процентов за прошлый год и в 2021 превысила 213 тысяч а экспорт айти услуг принес в экономику по итогам прошлого года более 5 миллиардов долларов и стал крупнейшей категории экспорта услуг не знаю конечно сколько людей ездило на клубнику в европу последнее время но думаю что без пандемии они остаются в меньшинстве по сравнению с айтишниками оказывается в киеве есть такое место где собраны все эти айтишники и все молодые специалисты которые решили связать свою жизнь с инновациями в общем что такое юнит-сити это такое место куда собрали вот всех не всех а многих классных молодых специалистов грубо говоря до этого они по подъездам шарились и обсуждали там какие-то свои коды или что-то придумывали какие-то стартапы а их взяли пацаны и зачем по подъездам вот классное место построили обалденное здание инновационный парк пожалуйста приходите сюда вообще это круто смотрится прикольно и здесь я уверен собраны люди которые через какое-то время будет много зарабатывать и которые смогут позволить себе заказать меня их себе на корпоратив очень полезный будет выпуск для тех кто хочет связать свою жизнь именно с этим уверен юнит-сити это самый большой инновационный парк в восточной европе главная их цель коллаборация креативных инновационных предпринимателей или просто талантов и мечтателей сейчас здесь базируется 110 компаний при этом какая-нибудь компания которая к примеру просто гоняет старой тачки из германии не может снять тот офис пусть они хоть миллионы зарабатывают ты обязательно должен разделять ценности и принципы местной экосистемы чтобы стать частью этого места сегодня я познакомлю вас и с теми кто уже активно идет к своей американской мечте находясь в украине с теми кто только начинает свой путь в этой сфере и с теми кто уже давным-давно знает каково это быть гигантом индустрии если вы ничего не понимаете войти не переживайте это неважно ведь этот выпуск полностью подходит и гуманитариям дина и украины компания которые могут стать большим компаниями как фейсбук или аппл большим компаниями которые будут знаменимы в мире ну я имею в виду, например, гитлаб вы знаете о гитлабе на самом деле? нет 11 биллион Субтитры создавал DimaTorzok Итак, знакомьтесь, это Доминик. Он из Франции. На последние 16 лет работал в Кремниевой долине. И теперь он в Киеве, чтобы поделиться своим опытом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему переехал? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кремниевая долина действительно уникальное явление, которое вряд ли возможно повторить. Но оказывается сам дух IT стартапов уже активно развивается у меня под боком в Киеве. Знакомьтесь, CEO и сооснователь стартапа Wanton, в который уже инвестировано около 650 тысяч долларов. Заодно кандидат технических наук и преподаватель киевского политеха. Стартап Леша занимается тем, что помогает производителям контента оценить реакцию зрителей с научной точностью просто по считыванию мимики с помощью искусственного интеллекта. Рынок производителей и дистрибьюторов контента. То есть мы работаем, помогаем онлайн-кинотеатрам, это получается телеканал, медиахолдинги, производители контента оценивать реакцию зрителя до выхода контента в эфир и тем самым его улучшать. Сейчас первый этап, это когда у нас есть пилот. Мы производим, допустим, мы настраиваем исследование, приглашаем целевую аудиторию. У нас сейчас получается у нас продукт, это платформа, куда можно загрузить контент и ссылки отправить участникам. То есть у нас был кейс, когда украинский продакшн создавал документальный сериал, сейчас сделал пилот и питчился на Netflix. Так. И здесь мы что сделали? Мы за сетап и настроили исследование и отправили жителям Лондона. Лондона. Если вдруг вас интересовал вопрос, как можно войти в сферу IT, вот вам ответ от Алексея. Случайно. И случайно пошел как раз в программирование, хотя я шел на проектирование, я даже не думал, что это будет... Вы перепутали дороги? Скажем так, это судьба. А вот иди сюда. Причем мне предложил друг поступить на кафедру, я такой, о, класс, 3D моделирование, мне это нравилось, увлекало. Я прихожу, а там только одно программирование. И что? И дальше я даже думал бросать университет когда-то. Серьезно? Потому что не нравилось вообще? Потому что не получалось. Ух ты! Ну и почему все-таки не бросил университет? А потому что сходил на концерты пешмот. Как? Да, это был интересный поворот. Я увидел на видеоряде то, что мне... Ну сам видеоряд, концерт был прекрасен, но видеоряд еще восхитительнее. Меня заинтересовало, как же они это делают. И еще как раз на третьем курсе там появилась дисциплина искусственный интеллект, геометрическое моделирование. И оно как-то в этой комбинации начало получаться. Увлекся этим. И после красоты пошел в постпродакшен студии. Долгое время, вообще 8 лет работал в постпродакшене. Занимался созданием спецэффектов для кино и рекламы. И как-то оно так затянуло, закрутилось. Надоело работать на кого-то и поняли, что можно работать. После, да. После я просто даже немножко разочаровался. Почему? Потому что когда уже все, что хотел сделал, то есть было несколько стадий принятия. Идешь в кино, такой, вау, как они это делают. Потом, хм, я, кажется, знаю, как они это делают. Хм, я это уже умею делать. И вот тут, а, все, неинтересно. Вот у меня был выбор либо же продолжать здесь, но я начал преподавать в университете. Мне это очень увлекало и до сих пор увлекает. Либо же уезжать за границу. Я это увидел, я понял, как это делает, я это сделал, а мне стало скучно. Я хочу побороть что-то другое. И вот людям становится скучно здесь, становится тесно. Да, здесь максимально может быть тесно, потому что, если хочешь работать над крутыми проектами, даже с точки зрения вот именно безопасности контента и чем мы, к примеру, работаем тоже. То есть сюда не доходят вот эти вот крутая работа. Нужно обязательно ехать куда-то. У меня очень много коллег уже за границей, много друзей за границей. То есть мы отстаем, мы жестко отстаем? Да, конечно. Ну, индустрия очень маленькая, она варится в своем соку. У нас круто развивается геймдев максимально. Но если говорить о постпродакшене с точки зрения кино, ну, это не очень хорошо. Геймдев это что такое? Разработка, вообще разработка игр. Вот, например, у меня был опыт работы отсюда. Правда, это очень было круто над Call of Duty в 2018 году. То есть вы приложили свою руку в Call of Duty? Да, да, да. К чему? К какому-то конкретному? Взрывы. Взрывы. То есть все взрывы в Call of Duty? Ну, не все, но часть. В 2018. То есть 2018 год. Все взрывы в Call of Duty в 2018 году. Это ваше? Мы с командой делали, да. Какие вам сейчас нужны инвестиции? Сейчас мы входим в seed round. Именно это как раз 2 миллиона долларов мы планируем привлечь от американских и европейских инвесторов. Дальше какой план? Дальше мировое господство. Я обычный айтишник с крутой идеей. Вот у меня есть классная идея, я в нее верю. Что мне нужно с ней делать? Как сделать так, чтобы я ее начал, мою идею начал называть стартапом, а потом уже дальше, дальше, дальше и дальше? За этим должен стоять бизнес. Нет, если не стоит бизнес, это просто идея. Очень важно, допустим, вы знаете, у вас есть технология, у вас есть какая-то идея, задумка, ее нужно валидировать. Если за нее не готовы платить, если нет такого, вы не слышите клиента своего, не понимаете, какие у него боли или что вы решаете, это просто пшик. Слышите, что же нужно корпорации, потому что у них очень все плохо с инновациями. Если большая корпорация, они очень медлительные динозавры. У нас в стартапах все максимально быстро. Как идти, как валидироваться, это могут быть акселерационные программы. Вот у нас, к примеру… Вот как у вас было, да. Да, да, да. У нас была технология, мы валидировали, пробовали в разных нишах ее и уже как бы остановились как раз на контенте. У меня здесь есть экспертиза, рынок понятный, и как раз перед пандемией у нас случилось, мы думали использовать ее в кинотеатрах. Случилось в кинотеатрах уже как бы нерелевантная история, и мы увидели такую отдельную нишу, как онлайн-кинотеатры, OTT-платформы. И здесь они как раз и производят контент, и закупают. Мы там максимально полезны. И, допустим, в этот момент мы узнали о том, что в Unity будет как раз акселерационная программа Nest Bootcamp, и подали заявку. То есть вы через Nest пришли? В Unity? Да. Круто. И причем очень интересный момент, это было equity-free, то есть мы ничего не отдавали с точки зрения компании. Это такая волонтерская, грубо говоря, история для поддержки украинского стартапа. Раньше все, что я знал о стартапах, это следующее. Ну, есть какие-то молодые ребята, они придумывают что-то новое, ну или просто лучше, чем старое, создают свой продукт, а потом приходят большие, значит, дядьки с деньгами и покупают их за миллион. Здесь я уже выяснил более подробную схему, как это может происходить в реальности. Итак, существует так называемый бизнес-акселератор. Это такие учреждения поддержки стартапов. Они могут предоставлять менторство, обучение, экспертную поддержку и в конце концов помогают находить деньги. В Киеве такая программа называется Nest. Обычно это происходит в обмен на долю в капитале компании. Но здесь все просто для поддержки украинских предпринимателей. Абсолютно кто угодно может прислать свою заявку с идеей, самых интересных отбирают, несколько месяцев консультируют, учат, а потом приглашают потенциальных инвесторов с деньгами, чтобы эти стартаперы перед ними за минуту презентовали свои проекты. Мне показали, как это происходит. Выглядит это как стендап, только без шуток про отношения мужчин и женщин, и давайте поаплодируем тот, кто ездил маршрутки. В общем, ребята презентовали мгновенные тесты на коронавирус. И с системой оптимизации ваших созвонов в зуме. И супер экологичные зубные щетки. Ограничений по продуктам нет. Главное, чтобы это было инновационно. Вы, кстати, знали, что ваши зубные щетки никогда не перерабатываются и будут лежать на нашей планете сотни лет? Я вот не знал. Хорошо, что я не чищу зубы. Интересная, конечно, история. Что-то наподобие открытого микрофона, когда выходят стендаперы, то же самое. Что понравилось? Талантливые люди, молодые, горят в глазах, хотят что-то производить, уже начали производить, хотят дальше продать. На чем нужно делать акцент, как мне кажется? Вот из, я не помню, сколько конкретно выступало людей, допустим, там 10, и всего 2, наверное, мне запомнились как хорошие спикеры, как те люди, которые готовы продать. Представим, что я инвестор, у меня есть много денег, я пришел. Даже если это будет классный какой-то стартап, офигенный, но если мне человек его не продаст, который стоит на этой сцене, правильно заинтересует меня, который будет смотреть мне в глаза и правильно говорить связано, то я его не куплю. Леша как раз один из тех, кто прошел эту программу от начала и до победного конца в виде 450 тысяч долларов инвестиций. И теперь продолжает свою работу, оставаясь в Юнит-сити. Что нам повезло, мы были в первом как раз бетче, это называется. Мы пришли и получили возможность валидировать наши гипотезы, построить стратегию продаж, маркетинга, той экспертизы, на самом деле, которой у нас не было на тот момент. В программе есть удивительный человек Крик Краснессон, который профессор Беркли Калифорнийского университета, и он давал нам вот эти вот знания, курс, который он читает, к примеру, у себя в университете. Было такое, что вы кофе с кем-то пили и что-то придумали коллаборацию? Вот коллаборацию — да, был один раз, но у меня был другой момент. Как-то я вот сижу, работаю, что-то мне нужно. Упил «Гарри Поттери», выпил зелье… Феликс Фелисси, успеха. Феликс Фелисси, да-да-да. Я такой, я понимаю, что мне нужно спуститься вниз, распечатать документ. Хотя я мог бы… Как по-странному на вас действует этот эликсир? Я выхожу, и здесь встречаю, меня знакомят с ребятами из AWS Amazon, они занимаются стартапами, и как раз это ребята приехали из Мюнхена, и я тут как раз «Опа, здравствуйте», да. И мы как раз после этого, к примеру, получили от них, получается, кредиты. Есть понятие кредит. На их платформе 25 тысяч. Я знаю, что такое кредиты, Алексей. Нет, это другие кредиты. Другие еще есть, да? Это другие кредиты. Это как раз когда компаниям, допустим, стартапам, нужны ресурсы для обучения, там, модели на облаке. И как раз программы, подобные как Activate, они дают кредиты, чтобы компания развивалась быстрее. И здесь как раз после этого у нас там получили кредиты. Там начали участвовать в программах. Получили еще экспертизу от их инженер. То есть просто вот так, хоп, выходишь и получаешь классный контакт. Так называемая экосистема действительно одна из тех вещей, которые гордятся и дорожат все, с кем я здесь общался. Но об этом немножко позже. Я решился на важный шаг. Узнать, что же вы на самом деле обо мне думаете. И заказал демо-версию исследования моего выпуска про курорты Мексики у компании Алексея. Так, это мы сейчас идем на эксперимент, где мы загрузили ваше видео на нашу платформу, составили несколько опросов и пригласили людей, чтобы они посмотрели. Сейчас они… А, то есть вот это вот люди? Это люди. Ау, прикольно. Это люди, настоящие живые люди. Первый раз вижу. А я прям… Здрасте. Им было предоставлено ссылка, куда они вводят свои данные о поле возрасте, соглашаются на то, что их информацию о них будет обрабатывать. Также они во время просмотра видео согласятся на съемку веб-камерой и проходят с ними. То есть вот так вот это происходит? Часть людей вот так вот смотрят, и есть еще дома сидят? Вообще обычно они все дома смотрят. Это вот мы в рамках сегодняшнего вести. Ага. Мы еще помимо этого потом разделим на основные блоки, и дальше можно определить, если будут либо отрицательные несоответствия с реакциями, например, где-то падение по вниманию. Либо же, если у вас есть какое-то спонсорское проявление, как они отреагировали на это. Вот мне, кстати, интересно по поводу спонсорских проявлений. Потому что многие пишут в комментариях, что спонсоры очень круто залетают. Рекламу мы не перематываем. Вот очень много таких сообщений. Да, реклама у нас очень хорошо появилась. Кстати, о рекламе. Покупайте на. Ладно, и вот. Фокус-группа посмотрит мой выпуск про курорты Мексики. Кто не смотрел, кстати, ссылочка в углу. Вот сохраните на потом. Результаты исследования и все мои ошибки узнаем позже. А пока давайте познакомимся с тем, а точнее с той, кто только начинает свой путь в IT. Почему же сюда всех так тянет? Просто для статистики в прошлом году на IT-направление было подано на 20% больше абитуриентов, чем два года назад. Как минимум 3200 специалистов вышли на этот рынок через IT-академию Ю-код от Юнит-сити. Почему IT? Почему нет? Все, спасибо. А следующий вопрос? Нет, серьезно. Серьезно, сюда можно войти без высшего образования. Сейчас достаточно курсов, достаточно методов обучения самостоятельно или с кем-то, где можно относительно быстро прокачаться по конкретному направлению, не распыляясь, и устроиться, дальше уже начать прокачиваться. Я дважды выросил универ медицинский и биологический. Почему? Не вывезла. Не вывезла? Да, ну и кто в 17 лет делает осознанное решение, куда идти поступать? Мало таких. Согласен, согласен, я юристом был в 17 лет. Вот, и как оно? Прекрасно там, там здорово, поэтому я здесь. И я поняла, что это интересно, это кайф, мне это нравится. И пошла учиться уже сначала на разработку сайтов. Так. Не зашло. Не вывезла? Не, вот вывезла, но не интересно. А потом пришла сюда. Вывезла, но не залетела? Да. Вот так. Нормально так. А сюда пришла, здесь уже больше, ближе именно к машине, к компьютеру, языке и программированию. Я поняла, что мне это интересно. Добавим нотку скандала, чуть-чуть сексизма. Девушка-айтишник, то есть я слабо себе представляю. Думаю, что это пацаны. Но не потому, что это опять-таки сексизм, нет. А потому, что для меня пацаны более, потому что для меня айтишник это вот задрот. Вот такой вот чувак, который сидит 24 на 7. Девочки для меня не такие. Девочки что-то прекрасное там, что-то пойти там сделать, придумать, погулять. И тут вот вы, девушка красивая, симпатичная, интересная и в этой сфере. Почему? Как так произошло? Смотрите, в школе я тоже думала, что у нас там, когда делали какой-то кружок или определенные курсы информатики или там рисование мультиков, я думала, что нет, где я, а где эта информатика, да. Это он для тех двух умных мальчиков из класса. Но почему нет? Ну да, есть стереотип, мальчиков с детства больше прокачивать на точной науке, девчонок на какую-нибудь гуманитарку. Ну а если оно тебе не идет? Я зашла на стажировку, у нас было на стажировке две девушки. Пришел к нам парень, такой был в шоке. Я думал, тут будут одни пацаны, а тут вы две девчонки и я один. Ну почему нет, какая разница? То есть мне кажется, девушек в IT и особенно вот именно в разработке, да, не в HR, не в это все, мало, потому что они сами в себя не верят. То есть они не верят, что они могут, им говорят, что, ну типа, ты же девочка. У нас здесь как-то один студент делал очень классную, интересную лекцию про то, как вот именно на уровне железа устроена память компьютера, потому что это транзисторы. Очень классно, очень интересно рассказывала. Я мало что с этого поняла, неважно. Я приходила домой, мама, такая классная лекция, Юрка за транзисторы рассказывала. Типа, Вау, Лина, какие транзисторы? Ты же девочка. Ну елки-палки. Сколько понадобилось времени, чтобы найти работу, чтобы появился какой-то заказ? Ну, у меня не заказ, то есть я прошла стажировку, сейчас вливаюсь в проект, и от запуска резюме на портале, где набирают сотрудников, до оффера прошло, наверное, недели две-три. Есть прекрасные ресурсы для айтишников, где ты выставляешь резюме, пишешь, над какими проектами работал, какие есть скиллы, но там нет ни фотографий, ни имени, ни возраста. То есть тебя выбирают, и ты себя предлагаешь только по скиллам, и это восхитительно. Круто. Ну, это реально очень классно, потому что, да, я общаюсь с другими людьми из других сфер, да, с друзьями, иногда есть что-то по возрасту. Типа эйджизм, да, ему 15 лет, он ничего не может. Да. Я на него даже смотреть не буду. Но это правильно, классная история. Ну, вот в IT больше человек ценится. Ну, именно ментальное здоровье, да, вот у меня в компании, где я работаю, нам выделяют на год депозит, для того, чтобы мы его тратили на свое ментальное здоровье, на спорт, на все такое, спортзалы. Ну, то есть ты человек, да, ты не просто расходный материал, и это очень круто. Сколько собираетесь ходить в эту школу? Ну, у меня здесь еще полгода точно продолжается обучение, а дальше как будет позволять работу, потому что здесь есть клуб выпускников. Так. То есть можно всегда приходить, да, обмениваться опытом с молодыми поколениями, те же лекции, или просто помогать по заданиям. Плюс здесь есть клуб мафии, каждую неделю собираемся чисто поиграть. Или Хмельницкий всегда выиграет? Приходит? Не приходит. Не играет? Не играет с нами в мафию. А по каким дням собираетесь? Боже, четверг, 7 вечера. Да вы посмотрите в камеру и пригласите его. Да, четверг, 7 вечера, U-Code, Multiverse, мафия. Все, связи есть, вас пропустят на входе. Скажите вот к ребятам. Все есть, все договоримся. Приходите, только надевайте маску. Мафия, ну что, по глазам все спалят. Да. Что можете сказать молодым людям, вот еще с таким пушочком вот здесь под носом, неважно парень или девушка, у всех периодически бывает, да, вот, которые хотят прийти в эту сферу? Стоит или не стоит? Ну, я им не советчик, надо смотреть, чего они хотят и чего они могут. То есть, если они сюда идут, то надо вжобывать. Что происходит? Очень тяжело работать. Вжобывать? Да. Неплохо сейчас. И надо смириться с тем, что 80% времени будешь чувствовать себя самым глупым и бездарным человеком. То есть, ты все время читаешь, думаешь, ага, я это могу, ура. Переворачиваешь страницу, все-таки, куда я попал, где мои вещи, почему я сюда вообще иду. У нас много в стране специалистов классных в этой сфере? IT? Да. Максимально много. Мы же третий в мире, в третьей Европе по уровню IT и по аутсорсу. У нас очень классно развит аутсорс направление, когда здесь команды работают на кого-то. А продуктовая часть менее развитая. Почему? Потому что дешевая рабочая сила или как? Нас нельзя назвать дешевой рабочей силой. Но все равно. Но мне кажется, это много дешевых. Я могу сказать, что все, что связано, например, с искусственным интеллектом, сейчас наши специалисты третьи в мире. Америка и Британия, потом Украина. Мы дороже, чем Европа и Россия в три раза. Америка и Украинские специалисты. Они хорошие Украинские специалисты? Да. Это очень интересно. Это очень сложный вопрос, потому что это сложно измерить. Но для нас это интересно узнать об этом. Как вы измеряете качество технического специалиста? И моя ответственность в большинстве, в Украине, у нас есть лучшие в мире. И я вам покажу почему. Извините за это, но мне нравится «Мы в Украине». Да. Мы. Мы в Украине. Вы почти украинский. Я украинский сейчас. Я украинский сейчас. Я думаю, что у нас есть лучшие в качестве технического обучения. Украинского и интеллекта и это впоследствии. В основном, что таких людей упоминали «Анкоп работы» «Отпuggling» «Анкопа» «Анкопа» «Отпы» «Анкопа» 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 «Анкопы» «Чарлаги» Мы любим organism었어요. Погромных хилатодий и артифический инструмент. Серьезно, у нас есть лучшие люди в аэроспасе. Это очень сложно. Это очень странно. Это потому что Сикорский был Украин. Но никто не знает об этом. Но если вы хотите launchать ракет, ask Elon Musk, где вы хотите рекрутить его лучшие инженеры. Это Украинцы. У нас есть лучшие люди в алгоритме. У нас есть лучшие люди в блокчейне. Это очень сложно. Есть очень сложно. Мы имеем в то, что Украине является лучшим странным самым лучшим странным. Украина является лучшим странным. Я слышал о том, что мы в топ-3. Но вы говорили в топ-1. И в будущем, они могут быть лучшими экспертов в этой сфере? Не хорошие специалисты, но экспертов. Но опять же, я думаю, что уже эксперты. У нас есть вопрос, что они стали хорошие предприятия. Для меня вопрос, мы у кого есть хорошие предприятия? Мы используем. У нас есть хорошие предприятия? У нас есть люди, кто знают, как разработчики, как разработчик, как производить деньги, как продукт. Мы не можем. Не достаточно. Мы не имеем достаточно этих людей. Один из них мы видим, и потому что мы имеем большие компании с отсутствием, и мы не имеем большие компании продуктов. Поэтому мы должны поместить нашу экономику, нашу технику, от людей, которые думают, что они будут покупать рабочие в Украине, чтобы создать продукты, и потом они будут возвращаться домой. Кроме того, мы хотим создать компания, мы хотим создать фейсбук и гугл. Мы не имеем больших людей, и это мы пытаемся сделать в Унед-City. Это ваша миссия, не это? Это моя миссия. Я на миссии. Это почему мы разработали НЕСТ и нашу буткап, чтобы мы привыкли все стартапы вместе, и мы делаем это для бесплатно. Если мы говорим о наших украинских айтишниках, ценятся ли они в мире? Нам давали федбэк, что наши команды очень вовлечены в продукт, ответственные за результат, не делать лишь бы сделать, а именно очень ответственные, вовлеченные вместе, создать крутой продукт. То есть я думаю, что на самом деле очень хорошая репутация украинских разработчиков именно как в сфере услуг, но хотелось бы, чтобы мы сейчас перешли на следующий уровень в создании глобальных продуктов успешных. Знакомьтесь, это Серёжа и Кирилл. Ребята занимаются созданием дополнительной и виртуальной реальности. Основные наши сейчас направления — это промышленность VR-денажёры, виртуальный продакшен, веб-AR, AR-приложения для маркетинга, рекламы, музеев. Сейчас визуальное пояснение, чем занимаются пацаны. Компания Sensorama. Мы разрабатываем виртуальную дополнительную реальность для бизнеса. Среди наших решений, которые мы делаем, это обучение персонала с помощью виртуальной реальности, это дополнительная реальность для визуализации продуктов, мониторинга. И сегодня мы показываем использование технологии 5G с целью трансляции виртуальной реальности с сервера. Сервер установлен в облаке, а маска находится здесь. И сигнал графический приходит с облака на маску на скорости 15 миллисекунд. То есть это low latency, которая даёт 5G. Для тех, кто включил нас и понял из всех этих слов только слово «даёт», значит, иными словами, ваше детище работает на 5G намного быстрее, 5G вот это тянет, правильно? Это вы хотите сказать или нет? Я хочу сказать, что даже практически без 5G могло бы и не работать. Добрый вечер. Сидите. Что по поводу образования? Как у нас с этим? Какая у нас база? Какая у нас была хорошая? Вообще, один из стимулов переехать в Unit City было то, что здесь есть IT-школа, и студенты, которые проходят обучение, очень трудолюбивые, интересующиеся, приходят в компании для прохождения практики. И к нам так пришло более 10 человек, и даже некоторые до сих пор с нами работают. И это очень классные, крутые ребята. То есть я думаю, что IT-образование очень важно. И мы, в частности, в прекрасный момент, в один момент поняли, что не хватает специалистов именно по виртуальной дополненной реальности. Поэтому мы также сделали свою академию и уже выпустили 3 курса, где мы на практике обучали студентов, как разрабатывать продукты с использованием виртуальной дополненной реальности. И вы потом этих студентов, естественно, привлекаете к себе на работу. Есть кто-то вот сейчас, который сидит здесь в вашей компании, который выпустился из вашей? Есть. Кто? Это Леша. Алексей. Вы слышите? Я Алиса. А Алиса из IT-школы Unit City. Алиса, вы где? Алиса в работе. Алиса в работе. Алиса уже зарабатывает миллионы. Алиса слушает музыку. Она вообще не хочет вообще думать, «Боже, зачем я сюда устроилась? Дай мне, пожалуйста, сил отсюда уволиться». Непонятно. Каждый день приходят какие-то камеры, постоянно меня снимают. Дай мне сил. «Мама, забери меня». Я все же не хочу. Так. Что-то я пока ничего не вижу. Темнота. И так, и так. Наверное, еще 3G как-то влез ко мне в голову. Сейчас включаем 5G. Ой-ой-ой, три белых ту... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а... А, все. Здесь важный момент. То есть вы... Зрители видят то, что происходит... Слушайте, это очень страшно, потому что это говорит сейчас какая-то коробка от новой почты. Сейчас вот мне это говорит. Все это мне сейчас говорит коробка от новой почты. А ну скажите еще раз. А-а-а! Говорящая коробка от новой почты. В общем, на мониторе, то что видно, здесь тормозит. Потому что здесь не 5G. А у меня ничего не тормозит. Не-не. У меня прям круто. Я в огромном каком-то ангаре. Блин, это очень классно. Я могу предложить вот еще контроллеры. А-а-а! А я их вижу? Да. А большой палец вот на вот эту штуку. И видите, такой луч. Луч появился. И что, я могу этим лучом что-то брать? Коробочки, коробочки, подойдите поближе. Наведитесь, ну или подойдите. Навел на коробку. Слушайте, ну прям я держу эту коробку. Это очень круто. Мне вот так вот просто ноутбук. Все, полетел. Смотрите, он пошел. А если я вот захочу пройти весь этот путь, я могу его пройти? Попробуйте. Ну, на самом деле, когда вы пойдете дальше, вот когда вы пойдете дальше, вы выйдете из зоны виртуальной реальности. Можете попробовать. И вы увидите как бы окружающий мир, реальности. А, все, это небольшая эта зона виртуальной реальности. А еще можете сделать порошаков, не будете. Еще порошаков? А, это там колонна, наверное, вы... А, нету там ничего. Вы сейчас у меня там люк открыли? Иди. Боже, как идиотски я, наверное, сейчас выгляжу в глазах ваших... Ой-ой-ой-ой. А тут черно-белое все. Все, опять Эдж ко мне прилетел. А, я вас вижу всех. Вернитесь в игровую зону, пишет мне. Ну, на самом деле, нет никакой задержки. То есть там вообще четко. Я пытался мотать головой, и очень классно все видно. А здесь есть задержка на экране? Да, здесь есть. Тут нету. Короче, 5G надо. 5G надо, особенно если в будущем все хотят играть в игры. То есть, чтобы не покупать каждый месяц приставку, можно зайти с мобильного телефона и играть в суперигру на сервере. Ну, представляете, да, такую историю? Это мечта Якубовича сейчас. Играть в суперигру на смартфоне, на сервере. Ну, вот. И это то же самое такое с виртуальной реальностью. То еще круче даже получается. Леонид Аркадьевич, если вы... А вы смотрите? Крутите барабан. А как вы думаете, есть ли бум сейчас, IT-бум в Украине? Или его нет? Или это все так? Просто почему-то сейчас мы начали на это обращать внимание, и так было всегда. По ощущениям, можно сказать, что этот бум начался 10 лет назад, когда мы начали этим заниматься. На тот момент мы пришли, уже была комьюнити, она сформировалась. Сейчас, как бы, эта комьюнити, она разрослась и стала много больше, и она, можно сказать, децентрализировалась. То есть она разбросана и как по всей Украине, так и по Киеву. То есть много, как бы, ребят, много компаний. Многих мы не знаем, да. То есть кто-то в стелс-моне, так называемом, разрабатывает что-то и успешно продает в итоге компании, никто даже про них и не знает, что они разработали, что никому продали. Кто не в курсе, стать единорогом означает для компании достичь капитализации в 1 миллиард долларов. В чем я, конечно, ребятам желаю успеха. Идея появилась в 2008 году. Я тогда в Таиланде жил, у меня появился первый дрончик, и я по приколу, чтобы познакомиться с девушкой, прицепил к нему мороженое и подлетел. Ситуация вообще, на ура, сработал. Владимир и его команда занимаются тем, что разрабатывают доставку товаров дронами. В мире, конечно, есть аналогичные компании, но этот стартап предлагает свои уникальные решения. Ну зачем людям ваш бизнес? Ну это ж класс, это ж здорово. Заказываешь посылку, через минуту она у тебя. Ты когда-нибудь ел Макдональдс, который там доставили через час? Теплый. Ну да, из горячей еды он становится теплым чем-то. А здесь ты делаешь заказ, и не покидая комфорт своего дома, получаешь заказ в течение минуты-двух. Это же круто. Минуты-двух ты получаешь заказ? Когда мы в Беларуси в 2019 году делали тестовый пилотный проект, у нас рекорд был 90 секунд от заказа до получения. Я так понимаю, вот этот дрон, это же необычный дрон, вы его собираете? Это дрон уникальный, мы его разработали и произвели полностью сами. И если уж мы говорим про конкуренты и про дрон, у нашей вот этой комплексной системы есть три преимущества, которых нет ни одной компании. Значит, первое, это функциональность. Большинству дронов требуется какая-то открытая площадка, чтобы взлететь, сесть. Это означает, что по сути мы обслуживаем относительно небольшой процент населения, которое живет в пригороде, в открытых зонах. В городе таким дронам просто нечего делать. В нашем случае вот этот вот запатентованный дизайн и вот эта площадка-контур, которая на верхней части здания, на столбах. Ой, может я вот так еще руку вот так вот вверх, покажи еще. Вот, вот так, да? Так лучше, да? Да, намного солнце не светило, да. Позволяет работать где угодно. То есть мы можем доставлять и в пригород, мы можем доставлять в городе. Наш клиент может получить посылку, не выходя из своей квартиры в многоэтажном доме. Живешь на 15 этаже, открыл окно, протянул руку, получил посылку. Очень быстро. Никто так не умеет. Это очень круто. Второй бонус – это безопасность. И он отчасти и проистекает из первого. То есть помимо того, что в дроне все запчасти продублированы, все детали продублированы, то есть отказ каждого из элементов не то, что не приводит к падению, дрон даже не замедлится. Он как ни в чем не бывало доставит посылку. Это очень важно, потому что дрон – такая штука, которая лучше не падать. Но второй очень важный элемент безопасности как раз проистекает из дизайна. Благодаря тому, что дрон никогда не вступает в пространство, где ходят люди и животные, исключается случайный контакт. Это очень важно. Даже эти дроны, которые спускают посылки на лебедки, все равно где-то когда должны садиться, люди к ним подходят. И тут появляется риск, кто-то ошибется, пропеллеры руку засунет, кто-то заглядится, собака, животное подбежит. Ну как обычно, «О, что это у вас, пропеллер?» Совершенно верно. В нашем случае дрон никогда не входит в пространство, за которое конкурируют, условно говоря, люди и животные. Это очень важно, в том числе с точки зрения безопасности. И третий аспект, он, наверное, самый важный. Почему сейчас в Украине операционных компаний, кроме нашей, пока что нет, это законодательная составляющая. То есть дроном не так просто получить разрешение с точки зрения закона. И те немногие страны, в которых сейчас какая-то деятельность на уровне пилотов осуществляется, это всегда исключение. То есть, ребята, мы вас уважаем, у вас глубокие карманы, мы вам разрешаем немножечко вот здесь нарушать закон. По сути так. То есть эта схема очень медленная с точки зрения масштабирования и, в принципе, далеко не всем подходит. Наши дроны полностью, так сказать, legal compliant. Мы абсолютно законно можем летать в Украине, в странах Евросоюза, в Штатах, то есть везде. То есть вот этот комплекс и система, которую мы сделали, сами дроны, площадки и система их мониторинга, она позволяет летать уже сейчас. А что по батарее? Насколько хватает батареи в вашем дроне? На какие расстояния они могут летать? У нас четыре модели. Вот это, что мы сегодня снимали, это мы запустили самый первый. Она просто самая простая. Мы приехали по-быстрому там, завраганили на коленке. У нее рабочий радиус и батарейки, и полезная грузка подбирается так, чтобы дрон мог пролететь 5 километров, доставить посылку и вернуться обратно. 5 километров. Но более поздние модели с немножко другим дизайном могут пролетать до 20. С тем же функционалом точно так же можно посылку в окне получить или отправить. То есть по идее вы должны вот разбросать ваши все офисы или представительства по всему Киеву? Даже не нужно представительство. Вот эта площадка стоит пару баксов. Как только в каком-то месте она появилась, в этом месте дрон может и забирать, и отправлять посылки. Повесили над рестораном или до Керченом, ресторан может отправить посылку. Причем цикл обучения очень простой. То есть вот эту вот коробочку за ручку повесил на крючок. Все. Много времени надо, чтобы научиться. Кому как. Согласен. Поэтому какие-то все-таки тренинги мы проводить планируем. Вообще ребята из Беларуси. Но сами знаете, почему они не так давно перебрались в Украину. Ну и за красивой зимы, конечно. У нас костяк команды с Беларуси. В этом году мы открыли также офис разработки и операционную компанию в Украине. Уже успели найти первых сотрудников. У нас сейчас 50-50. Беларусь-Украина по составу. А по гонорару как вы делите? Все по-честному. У нас никакой дискриминации. Почему здесь? Почему в Украине? Почему решили приехать сюда? Ну мы на самом деле после Беларуси, после пилотного проекта сразу по множеству стран работали. Но поскольку мы решили в том числе еще и офис открыть в другой стране, Украина оказалась, во-первых, удобной с точки зрения переезда команды. Никаких заморочек с визами нет. Культурно, ближе. С точки зрения творогнинга все-таки как-то попроще было. Работал, не в пустое место приезжали. И с точки зрения географии ближайший Евросоюз тоже в наших планах. Там Польша буквально в двух шагах за границей. Очень удобно. Ну а дома-то почему не делаете? Мы сделали в 2019 году, но в 2020 с юридической точки зрения стало немножко сложнее. Там определенные события в стране начались, работать стало не так удобно, как раньше. Мое мнение такое, что главная роль государства с точки зрения инноваций не мешать. И в Украине нам никто не мешает. Поэтому с этой точки зрения вы молодцы. Если государство не мешает, а по возможности еще какой-то диалог ведет по каким-то аспектам, где технологии немножко опережают законодательство, а это как раз случай в Украине. То есть у вас с точки зрения движения нового законодательства по дронам очень правильные шаги делаются. Мы в свое время участвовали в качестве консультата консорциями, которые разрабатывали новое законодательство для Евросоюза. И спустя полтора года я видел законопроект, который уже, по-моему, во втором чтении был принят в Украине. И там очень многие моменты совпадают. То есть есть практика со стороны властей смотреть лучшие практики и внедрять их в стране. Это самое лучшее, что могут власти сделать. Все остальное предприниматель сделает сами. Что должно появляться, например, у нас в Украине, коль вы сюда переехали, чтобы специалисты оставались тут? Это легко. Ну, во-первых, что сделали хорошего в Белоруссии, что айтишка выстрелила и объемы увеличился там, по-моему, в 40 раз. Приняли декрет по парку высоких технологий, сделали набор прозрачных, удобных правил, британские элементы британского права, налоговые законодательства, налоговые льготы, чтобы можно было работать с белой схемой и не раскидывать деньги через ФОПов и так далее. То есть структура понятна западному капиталу. Что сделали в Украине? Наняли юристов, которые это сделали в Белоруссии и сейчас разрабатывают вот этот проект Диегород, как там так называется, и где-то вот обещают, что в начале следующего года должно заработать. Опять же, если вот так вот глобально смотреть по айти, лучше не придумаешь. Ну, вот пока в Белоруссии ситуация была спокойная, айтишка росла, как на дрожжах, потому что правило очень хорошее. Огромное количество иностранных компаний открывало офис разработки, потому что это понятная структура. Нанимает сотрудника, он получает зарплату, есть какие-то договора, которые ограничивают его переходом, право на литературную собственность, все грамотно прописано. В Украине с точки зрения налогообложения схема с ФОПами она рабочая оказалась, да? И с точки зрения экономии, капитала все здорово, но многие западные инвесторы видят эту схему как какую-то немножко серую и непонятную. И многих это немножко отпугивает. Если запустится вот этот проект Диа, да, по совокупности налоги западные инвесторы, и по совокупности я думаю, это даст положительный эффект. И государство чуть больше налогов получит, потому что, в принципе, как ни крути, это все будет больше, чем 5. В наркокартели обращались уже? Ну, мы с ними в последнее время не работаем, он мне платежи постоянно задерживает и все время просит большую отсрочку. Ну, если серьезно, то вопрос ответственности груза, он всегда лежит на отправителе. По большому счету какие-то там нехорошие вещи там можно и через почтовых операторов отправить и обычному курьеру там под видом еды не пойми, что можно засунуть. Вы смотрите посылку? Мы нет, но в нашей системе сохраняется информация о том, кто отправитель и кто получатель. Ну, а теперь самое время, наверное, всем рассказать, что это такое. Ну, признайся честно, это столик вот так, чтобы в самолете можно было поесть. Да, да, тут как раз блюдечки ставятся. Ну, смотри, дроны наши полностью автономные. То есть для того, чтобы доставить посылку, нужно просто нажать, выбрать адрес доставки и нажать кнопку. Дальше он все делает сам. Но то, что я уже говорил, про законодательные ограничения. В Украине, в частности, дрон нужно визуально сопровождать человеку. И не просто сопровождать, мало увидишь, что с дроном что-то не так. Нужно что-то сделать. И для этого мы разработали специальные пульты управления. Если обычный пульт может управлять одним дроном и одним дроном может управлять один пульт, то в нашем случае каждым дроном может управлять любое количество пультов и каждый пульт может управлять до 100 тысячами дронов. Ну, а пока Вова думает, что эфирное время нашей программы такое же, как и правление Александра Георгиевича бесконечное. Спасибо большое, мы продолжим. Не, прикольно. Вот так вот постоишь, посмотришь на этих людей, прям даже завидуешь. Есть офис, они куда-то приходят, работают. Ну то, что ты вот безработный по сути. Не, я серьезно завидую таким людям иногда. Вот накрывает. Сидят в теплых офисах за компьютерами, что-то делают, общаются. Вообще очень прикольно. Каждый проходит практически, здоровается друг с другом, что привет, привет, как дела? Там я вот видел, а ты посмотрел мой презентацию. Ну достаточно интересно. Чувствуешь себя таким немножко тупеньким, знаешь? Стою, смотрю на все это. Стройки, классные здания. На самом деле вот сейчас это уже неплохо, а если они вот разрастутся еще дальше, и будет прям такой город, город в городе, ну это интересно. Я бы сам с удовольствием снял бы здесь офис. Не знаю, правда, сколько он стоит. Может, пока сниму одну плиточку, вот тут. Постаю здесь, как-то мини-офис будет. Но в целом, это прикольно. Пойду кофе возьму. Вот у нас задача, мы делимся своим опытом. Потому что чем больше таких будет проектов, тем мощнее страна будет. Вот я хочу подчеркнуть, это не только IT-компания. Потому что IT-бизнес, да, это как бы в тренде. Сегодня там хорошие зарплаты, он развивается. Сегодня не хватает IT-специалистов, это бесспорно. Но мы про инновации. То есть если инновации, допустим, есть в аграрном бизнесе, а они есть, то мы хотели бы, чтобы они были у нас. Если инновации есть в медицине, то мы хотели бы, чтобы они были у нас. Потому что мы как платформа, где может встретиться инновации в медицинском бизнесе, с каким-то приложением, вместе создать какой-то новый продукт, стартап, и это продвинуть, и на этом заработать денег. Как раз это платформа, где инновации встречаются друг с другом. Это большая ценность. В крайнем случае, это точно современный тренд, мировой. Мы близко подходим к этому тренду, соответственно? Смотрите, мы далеко. Буду говорить правду, потому что мы очень часто ездим по миру, мы смотрим новые тренды, как развиваются экосистемы других стран. Допустим, мне очень нравится Израиль. Израиль, конечно, за 20 лет сделал колоссальный толчок, и они сегодня, наверное, самая инновационная страна на душу населения. То есть, наверное, стартапов больше в Америке, просто Америка намного больше, а вот Израиль — это номер-один страна по сравнению с теми жителями, кто там живет. Я считаю, что Израиль смог это построить. Поэтому мы ездим в Израиль, ездим в Америку, в Китай, в Корею, мы учимся постоянно и хотим эти знания привести к нашу страну. И что мы видим? Мы сильно отстаем объективно. Новые тренды, новые тренды на образование. То есть люди более глубоко учатся, точно по профилям. У нас как бы такого нет. То есть у нас в основном молодежь говорит, «Слушай, не надо меня учить, дайте мне денег, я сам разберусь, что с ними делать». Это неправда. То есть на самом деле денег в мире много, а не хватает знаний, не хватает опыта эти знания внедрить. Ваши планы на пять-десять лет? Мои планы на пять-десять лет. Как касается Юнита? На самом деле мы хотим его закончить через десять лет. Это проект большой, миллион квадратных метров. Здесь создать такую экосистему, которая будет иметь влияние на Восточную Европу. Потому что мы неделю назад приехали с Web Summit. И честно говоря, я был первый раз. Я поражен, мне очень понравилось. Порядка сорока тысяч человек. И все связанные с инновациями. Ищут подходы, ищут стартапы. Презентуют, рассказывают про свои технологии. Я считаю, что нам точно туда надо ездить. И кто занимается инновациями, точно туда нужно ехать. Потому что много можно получить инсайтов современных. И наша задача примерно такое же сделать только в Восточной Европе. Чтобы Прибалтика, Польша, Белоруссия ездили к нам. Здесь был такой центр, где ты можешь проинвестировать в стартапы. И получить деньги, и получить знания. И рассказать про свои технологии. Мы хотим, чтобы это было на Юнити. То есть мы уже будем поляков звать на клубнику сюда к нам? К нам любые люди приедут, если увидят возможности. Предамериканцы, израильтяне, поляки, все приедут. Все люди за возможностями. Вот мы должны создать эти возможности, чтобы они у нас были. Ну и прежде всего для украинских предпринимателей. Потому что хотелось бы, чтобы они здесь добивались успеха, оставались в нашей стране, создавали рабочие места. А те получали хорошую зарплату, экономика двигалась вперед. Потому что у нас колоссальное количество в стране возможностей. Не хватает знаний. Вот, допустим, у нас сидит здесь пять миллиардных компаний. Это единороги, да? Нет, это просто миллиардная компания. Ну, допустим, Болт. Болт – миллиардная компания, они сидят у нас. И важно, что важно, зачем нам нужны миллиардные компании. Потому что, как правило, с этим компанией приезжает культура и ценности этой компании к нам в страну. И, как правило, это очень высокий уровень менеджмента. И они, общаясь на улице или проводя конференции, встречи с другими, с нашими более мелкими компаниями, их подтягивают, им продают свои знания. И вот передача знаний, я считаю, это самый главный сегодня фактор, почему мы можем быть успешными. Ну, это как, например, тоже в футболе, когда ты берешь сильного легионера себе в команду, и сильный легионер подтягивает твоих украинских молодых ребят. Это как в жизни. Ты должен общаться с человеком, ну, если ты хочешь быть успешным, который чуть-чуть в чем-то сильнее, чем ты. У нас очень хорошие IT-специалисты, потому что была мощная школа математическая и инженерная в советских институтах. Но, к сожалению, у нас не было предпринимательства и не было маркетинга, поэтому стартапов у нас, ну, не так много. И это проблема, потому что стартап — это что такое? Это инженер, это он менеджер и он предприниматель. А предприниматель — это тот человек, который не боится рисковать. И вот этой у нас не хватает компетенции, поэтому специалистов, которые пишут коды, много, а стартапов относительно мало. Да, это как раз такая платформа, где мы отбираем стартапы, даем дополнительные знания, обучаем это бесплатно для стартапов. И через три месяца мы делаем встречу с инвесторами. И если инвесторы находят для себя интересный стартап и инвестируют, и такое есть у нас там по 500 тысяч долларов, по 100 компаний проинвестировали, то эти стартапы или у нас остаются, ну, через три месяца мы точно с ними расстаемся, берем новые стартапы. Поэтому мы раскачиваем как раз вот эту среду стартаповскую. Причем у нас даже есть профессор с Беркли, который к нам приезжает и учит ребят как панома, как питчинг, как презентовать правильно, как строить бизнес-план для стартапов. В чем ваш интерес, если это все бесплатно? Только раскрутка экосистемы. Мы не берем за это equity, мы не берем за это деньги. Это маленькие вещи, которые... После этого к нам едут венчурные фонды, к нам едут инвесторы, они у нас останавливаются. Это нам как бы как раскрутка экосистемы. Почему наши люди до сих пор хотят поехать туда? И в чем минусы Силиконовой долины? В чем плюсы и минусы? Допустим, плюсы. Конечно же, у них мощное образование. Ну, они далеко пошли от нас. Вот мы, допустим, в Беркли были недавно. Ну, видно этих студентов. Все мотивированы, все записывают каждое слово, задают умнейшие вопросы. Видно, что они очень мотивированы. И у нас такого нет. Хотя вот мы общались со студентами. Извините, я вас перебиваю. Просто сейчас сразу. Со студентами и вот еще с ребятами, которые создали свой стартап. И все говорили, что у нас очень хорошее образование в Украине. Хорошо готовят специалистов. Все равно отстаем. Все равно плохо. Смотрите, давайте прагматично смотреть на вещи. Потому что я, допустим, я представитель наблюдательного совета Харьковского политеха. И он еще неплохой. Он еще. Я хочу сказать, еще неплохой. Ну, все равно профессор, который там преподает, получает, по-моему, 7 тысяч гривен. Восемь. 300 долларов. Ну, скажите, пожалуйста, с молодежи сегодня, сильный молодой парень, который имеет крутые навыки, который мотивирован, пойдет на 300 долларов преподавать в университете. Об этом хотел дальше поговорить. Значит, смотрите, если у нас... Что такое образование? Образование — это учителя. Вот насколько учителя у нас современные, насколько они требовательные, мотивированные, такое у нас будет и образование. То есть если мы не можем привлечь крутых учителей, то у нас не будет крутое образование. То, что осталось от Советского Союза, оно еще работает. Сама программа еще неплохая, но уже мотивация и молодежь, которая должна заменить старшее поколение, их нет. И это есть одна из самых больших проблем. То есть если в Финляндии, допустим, в Финляндии, что вы поняли, из десяти людей, молодежи, семь хотят быть учителем. Потому что у них там зарплаты по 5-7 тысяч евро. У них как бы это, ну, как бы призвание. Уже и я хочу быть учителем. Вы так сказали. Я сейчас собираюсь ехать в Финляндию тогда. Так вот... Трудовиком. Смотрите, вот это и основная задача. Должен быть... Для того, чтобы учитель был мотивирован, он был крутой, он должен быть, ну, хорошо зарабатывать, вообще не думать про деньги. У нас, к сожалению, это не так. В Америке очень сильные преподаватели. Это модно быть преподавателем. Очень модно. Если ты достал, добился успехов, допустим, я за... Теоретически я закончил Стэнфорд. Я сделал стартап, заработал сотни миллионов долларов. И мне престижно потом рассказать, прийти, рассказать молодежи, как я заработал, какие у меня ошибки. И этим самым я подталкиваюсь с ножа молодежи идти по этой, по этой дороге. И это, это большая ценность. Потом, почему наши едут? Знания крутые, возможность внедрить, потому что денег много. И, допустим, там почти под каждую идею, если ты правильно ее сформировал, если есть командочка, можно найти деньги. У нас это не очень легко. И потом, самое главное, много инструментов, когда ты сделал свой стартап, получил деньги, тебя могут обучить и толкнуть дальше. И у нас это уже с этим сложность. Многие люди неправильно понимают, как формируются экономические процессы. когда ты строишь завод или, не знаю там, салон или ресторан, ты создаешь рабочие места, человек получает зарплату, он идет и покупает следующий продукт. И этот продукт, на него спрос и экономика движется. Как раз я бы не столько сегодня продвигал бы налоги, сколько создание рабочих мест. Представьте, мы создадим миллион рабочих мест. Вы знаете, миллион рабочих мест на производстве, создать еще 3 миллиона рабочих мест в сервисе. Вот 4 миллиона рабочих мест. Вот тогда люди перестанут ехать за границу. Понимаешь? Потому что, вот говоря, если говорить непосредственно про айтишников, то сегодня вопрос, где им лучше, в Америке или у нас. Потому что в Америке айтишник получает 10 тысяч долларов, это правда. Но 40% вынь да положь. 40, если не 50. Там от штата, от штата зависит, да? 50%. 5 они заплатили. У нас получают 5 тысяч, но платят всего 250, потому что они все равно через это малое предприятие. Или как называют? Фопы. Через Фопы. Теперь смотрите, у нас на 5 тысяч точно можно лучше жить, чем в Америке на 5 тысяч. У нас там дешевле, у нас крутые рестораны, у нас хороший там сервис, у нас дешевле жилье, у нас все комфортнее. То есть поэтому я бы сказал, по айти, наверное, здесь преимущество больше. Да. Буквально две недели назад был в Спейсе. Что могу сказать? Ну это круто. Бегают тысячи людей, мотивированные, ответственные. Вот реально там. Видно, что энергии их много. Они там строят, они строят космическую отрасль. Ну я рад за них. Теперь нам как-то к ним надо пристроиться. Так привезите маску сюда. Это непросто. Ну у меня нет ресурса. Знаете, я привез, пригласил три года назад. У нас был Джек Ма. Это, я считаю, и так была победа. Он был на Юнисити. Был на форуме. Очень круто. Круто, что он делился своими знаниями. Знаете, вот это большая ценность. Если будет возможность, я с удовольствием пригласил бы Маска. И я думаю, что ему было бы здесь интересно. Вы его удивили бы? Ну удивил бы не в плане технолога. Удивил бы, что в нашей стране это есть. И это есть потенциал. Можно ли купить его визирь или нет? Или он таким не занимается? Смотрите, это... Даже если бы можно, то мы на это не пошли бы. Почему? Ну как артист по вызову. То есть это как бы не наше. Надо, чтобы человеку было интересно. Спасибо. Спасибо большое. Я домой. Артист по вызову. Нет, нет. Нам надо, чтобы человеку было интересно. Чтобы он видел свою возможность. Чтобы он сюда вернулся. Не просто заплатить деньги. Он приехал, отработал и уехал. Он должен удивиться и сказать, я хочу тут что-то сделать. Любите Штаты? Они открытые. Делятся своими знаниями. Это большая ценность. Вот если вы в Китай поедете, мы тоже там бываем, то китайцы, они не говорят про технологии, они не говорят про деньги. Они хотят тебе продать что-то. Вот продать. И скидку в лизинг, потом отдашь деньги. Американцы наоборот. Они говорят, у нас такая технология, вот так она движется, вот так вы будете потреблять. Мы говорим, зачем вы это рассказываете? Мы же украинцы. Сейчас что-то сделаем быстро. Такое же. Они говорят, а ребята, пока вы сделаете, мы еще 50 километров впереди. Вот вы хороший человек, вас любят, говорят, что здоровается всегда. Но жалоба одна прилетела в ваш адрес. Такая мощная, серьезная жалоба. Серьезная. От студентки. Угу. Говорит, значит, мы собираемся в мафию играть. Да. И Василий Иванович ни разу к нам не пришел, не поиграл в мафию. А мы бы очень хотели. Да. И для нас была бы это, говорит, большая честь. Я говорю, ну я передам вашу просьбу. Да. Мы открытые. Мы открытые. Точно я на Юнити нахожусь. У меня здесь офис. И я и на работу хожу, и с работы, и ем в ресторане. Ко мне подходит очень много молодежи, задает вопросы. И, как правило, я их перенаправляю в какие-то подразделения. Вот человек там хочет начать бизнес или начал бизнес, и он не понимает, как там считать финансово. Как у вас? Я говорю, о, вот есть бизнес-школа, иди, точно тебя научат. Или акселератор, или он есть государственный фонд. Я их туда отправляю. Но мы же не идеальные. У меня тоже есть свои там, наверное, какие-то ошибки или свои промахи. Поэтому на все ответы у меня нет вопросов. Ну, как бы на все вопросы у меня нет ответов, точнее. И в мафию, ну, наверное, в ближайшее время мне будет сложно поиграть. Вы несколько раз сказали экосистема. Экосистема... Расскажите человеческим языком, что такое экосистема. Потому что многие наши, которые сейчас ребята смотрят, они думают, что экосистема – это просто как пластиковую трубку выбрасываешь не на улицу, а несешь в контейнер, где вот все для пластика. Венадия, это тогда, когда ты получаешь много сервисов, чтобы добиться больше, быстрее и легче успеха. То есть что это такое? Вот, допустим, вот вы что-то придумали, и вам нужно сделать прототип. И вот раньше вы должны были, придумали, сделать чертеж, отправить в Китай, в Китае вам бы сделали, вы стали бы к нам, затаможили, вы бы потратили 3-4 месяца, если Китай еще открытый. А сейчас вы можете прийти на первый этаж, у нас есть FabLab, вы им дали тоже прототип, что вы придумали. Они вам сделали за 3 дня, получили за 3 дня, то есть 3 месяца или 3 дня, и деньги, которые вы потратили, и время, вот этот маленький пример говорит о том, что вы стали более эффективными. Вы дешевле и быстрее сделали прототип. А если вы сделали прототип, и он вам еще раз не подошел, то вы пришли через 3 дня, и снова поменяли, добавили какую-то ценность. И они у нас на 3D принтеры быстренько вам произвели. И таких вещей много. То есть, допустим, если вы хотите, у вас есть стартап, то у нас есть государственный фонд, который отбирает стартапы и инвестирует в них деньги от 10 до 50 тысяч рублей. и не берет equity. То есть, вы можете здесь получить много сервисов. Хотите подучиться, у нас вот есть бизнес-школа. Вы пришли, вы как резидент, имеете скидку на бизнес-школу, и вы получите крутые знания, потому что преподают у нас только бизнесмены, которые прошли опыт. Ну и еще маленький нюанс, чтобы понять, что такое экосистема. У нас, допустим, есть контракт с BMW, у нас 3 машины стоит электро-БМВ. Если вы резидент Юнисити, вы можете два часа бесплатно брать машину, на ней ездить, допустим, в банк или на встречу, вернуться и не платить денег. Но за третий час придется платить. И в конечном итоге, вы у нас должны быть более успешны, чем вы не в экосистеме. Да, оказывается, в местах скопления различных институтов, стартапов и новаторов часто есть 3D-лаборатории. Другими словами, 3D-полиграфия для создания прототипов новых продуктов, изобретений и тому подобное. Мы называемся Favla Fabricator. Это лаборатория быстрого прототипирования. Таких лаб по миру порядка двух тысяч. Старт начался с MIT. Есть профессор, Нил Гирхенштейн, который видел, что есть студенты, которые должны выполнять свои курсовые, а у них нет инструмента, чтобы это все сделать. И он решил сделать при университете, при институте, лабораторию, где любой студент может прийти выполнить свою курсовую. Одним словом, сеть как бы разрослась по всему миру. Они в основном, такие лаборатории находятся при институтах, университетах. Мы решили открыть частную, куда любой желающий мог прийти и воплотить свою идею в жизнь. Есть стартап EFA. Они приходят к нам, мы им также помогаем воплотить их зубная щетка. Да, да, да. Мне подарили одну, я знаю. Класс. Ну вот как раз мы выполняли первый прототип, они пришли с идеи, сказали пацаны, вот идея, типа, как его оплатить жизнь. Да, мы все это дело продумали, и первые тесты происходили здесь. И потом они уже получили инвестиции и пошли как бы... Вы можете, насколько я понимаю, сделать все? Почти все. А что это за история с деталью от Ferrari? Для Ferrari? Нет, то был Porsche, он на расширении, человек его ударил. Это что значит на расширении? Да, у него были расширения арок, бодикит, так называемый. И он его ударил, не мог купить запасные части. Мы сканировали, он, если не ошибаюсь, ударил левую часть, мы ему сканировали правую часть, потом это все дело печаталось, склеивалось, отдавалось ему, они уже все это дело устанавливали на машину. Ну, опять же, красили, и не отличить от оригинала. Слушай, мы очень сильно работали в пандемию, прям очень жестко. Это мы делали защитные щитки для медиков, для больниц. Ух ты, круто! Для каких именно? По всей Украине. Ух ты! Да, мы сделали сайт, где больницы оставляли заявки, что там нам надо, у нас там ковидная больница, там 100 щитков. И мы собирали заявки по всей Украине, и мы отправили порядка 20 или 30 тысяч масок где-то за месяц, или там месяц-полтора. Это вот такие забралы, которые? Да, да, да. Мы печатали саму дужку. Я покажу. А, вот я вижу, по-моему, да. Да, мы печатали саму вот эту дужку на 3D-принтере, а вот это мы вырезали из PET-пластика на лазере. Все это дело собирали здесь и бесплатно отправляли, мы договорились с Укрпочтой, что они будут доставлять бесплатно больницам. А меня можете распечатать, если прошу? Да, тебе надо сейчас отсканировать, и мы тебе поставим на печать. Я сейчас без шуток? Без шуток. Прям? Прямо сейчас. Прямо сейчас? Да. Давайте. Садись. Я скажу раз, два, три, и ты не шевелишься. Хорошо? Это поддержка, она потом убирается. Офигеть. Это пластиковая, да? Это штука, это штука, которая помогает пластику удержаться. А это просто у нас поддержка. А она не может оторваться с ухом сейчас? Не, морда страшная у чувачка, это кто-то кого-то другого, но это не я, это какой-то страшный чувачок. А вот сзади симпатичный череп оказывается, я вот сейчас смотрю со стороны. Я себе узнал, что будет так похоже красиво, я бы по другой морду сделал. А как долго это все делалось? Печаталось порядка 26 часов. 6 часов? Да, но из-за того, что качество поставили хорошее, чтобы меньше было видно слой, то увеличивается время печати. А сколько такое стоит? Стоит где-то 2,5. А если вот в полный рост лупануть такого? В полный рост где-то там пару тысяч долларов. Пару тысяч долларов, сколько это опечатается? Слушай, ну из-за того, что мы тебя будем разрезать на куски и потом кидать все это дело на фринтеры. Меня не надо. Модель. То все это напечатается там за сутки, но потом идет там неделя обработки, это склеивание, замазывание всех стыков, покраска, ну где-то под месяц уйдет. Как бабушки отвезут на огород, туда дядьки пусть поставят вороны, не ели ничего. Нормально такое пугало. При том, что когда шел, я думал, ну блин, 3D принтер, но сейчас уже никого этим не удивишь. Ну я понимал принцип. И сейчас я получил вот это свое изделие, только кайфую, знаешь, как пацан, которому 12 лет. Обалдеть, так можно, ни фига себе. Хотел сказать пусто, но нет, тут не пусто. Какого оригинала, да? Нет, тут не пусто, тут все четенько, вообще прямо. Даже это передал 3D принтер, вот это мозги. умный, классный человек. Короче, я понимаю, почему наши специалисты хотят уехать туда, как говорит моя крестная Забугор. Вот. И горжусь такими ребятами, что в отличие от меня у них получилось. Но еще круто, когда приезжают к нам сюда в Украину гиганты, такие как Microsoft и же с ним и делают тут свой бизнес. Предлагаю сейчас представителям Microsoft на эту тему и поговорить, что же они ценят в наших специалистах и каково им работать тут у нас. на что должны обращать вот эти одни из пяти больших, чтобы открыть свое представительство в той или иной стране? Общий бизнес-потенциал, уровень экосистемы в стране, IT-экосистем, раз мы говорим об IT, уровень образования, количество специалистов, которые будут готовы работать в этих компаниях, развивать их бизнес в Украине. В принципе, продуктивный климат с точки зрения стартапов и новых бизнес направлений, пожалуй, это основные моменты, которые необходимо учитывать для открытия бизнеса. Microsoft здесь 18 лет. Вы уже сказали, сколько вы работаете в компании? Вот девятый год. Девятый год. Вот помните, ваш первый год, когда вы приходили и сейчас, существует ли эта разница в подготовке специалистов, в уровне специалистов? В правильном направлении ли мы движемся, наши украинские IT-шники? Мы были, в принципе, трендсеттером. Ну, как и большинство IT-компаний являются трендсеттером в большом количестве направлений. Мы давно уже говорили про удаленную работу, про безопасность, то, что, в принципе, сегодня очень всем стало необходимо. Мы об этом знали, как мы предсказывали. Мы знаем главного, да, как он предсказывает. Не будем называть его имя, конечно. Не будем. Поэтому поменялся подход к тому, как мы работаем. Очень много украинских специалистов в Microsoft начали работать на другие страны. То есть у нас много работают сотрудников, которые покрывают не один рынок. Я тоже покрываю не только Украину, еще 23 страны. И также из других стран люди работают на украинский рынок. Поэтому это, в принципе, IT, собственно, создало такую возможность, чтобы специалисты из разных стран как бы они взаимодействовали по-другому. Относительно уровня подготовки специалистов, Microsoft всегда, в принципе, привлекал топ талантов. Это одна из, там, культурных составляющих и миссии компании. И их развивал. Поэтому сотрудники, которые давно в компании, они, в принципе, достаточно часто меняют свое поле деятельности. Ну, в зависимости, конечно, от их специализации, но развитие в компании очень активно происходит. И, соответственно, я не могу сказать, что подготовка была слабее или сильнее. Она, в принципе, всегда сильна. Достаточно, но компания ее развивает и дальше. Нет, ну, например, 9 лет назад было условно семь классных специалистов у нас из Украины. Сейчас их 24. Есть такое или нет? Есть ли тенденция роста? Другими словами, переживает ли Украина бум айтишников в последние годы? Да, конечно. Мы судим не только по Microsoft, естественно. По-моему, у нас сейчас уже 200 тысяч айти-специалистов в Украине и прогнозируют большой рост. Мы вторые в Центральном Восточной Европе. Поэтому, конечно, это как бы уже органический рост. Да, потому что был в определенный момент времени бум. Он произошел не сегодня, не вчера. Во-первых, айти-сектор как таковой начал сильно расти в мире. Соответственно, появилось больше спроса. И во всех странах, в принципе, количество айти-специалистов растет. В Украине, пожалуй, рост один из самых высоких. Но мне кажется, что наш потенциал нации в этом направлении был всегда сильным. Да, у нас достаточно сильная база образовательная, научно-техническая была очень давно. Поэтому, мне кажется, это такое наше ДНК. И поэтому мы видим такой рост в том числе. Ну и, конечно же, те бизнесы, которые в Украине создают эту экосистему, большие игроки, местные игроки, локальные игроки, партнерская экосистема развивается сильно. То есть появляется больше и больше игроков, которые сами по себе как бы делают этот буст этого бизнеса, и тем самым растет количество специалистов. Вы часто бывали в главном офисе Microsoft? Да, бывало несколько раз. Он же под Полтавой, да, находится вот там? Под Черкасами. Под Черкасами. Да. Перенесли все-таки уже. Знаете ли вы наших украинских ребят, сотрудников, которые вот там работают непосредственно? И сколько их? Да. Хотя приблизить. Я знаю человек десять, тех, с которыми я работала здесь, поэтому я знаю, когда они уезжали, и уже там, как развивается их карьера. И это не только IT-специалисты. Кстати, важно упомянуть, что, в принципе, IT-отерсоль дает возможность не только для IT-специалистов, но и для так называемых дженералистов. То есть наши финансовые, специалисты в области финансово очень востребованы. Ну, IT, естественно. То есть, в принципе, как бы этот путь возможен, если ты себе ставишь такую задачу, что не является основной или обязательной для развития твоей карьеры. Ну да, я их знаю. Прекрасные ребята. Переезжать обратно не хотят? Они, в частности, нет. Просто я знаю, что сейчас как-то складывается так, что многие уже начинают задумываться, ага, зачем я буду жить там, если я могу приехать сюда, тут уже все развивается, есть все для этого, могу зарабатывать тут. Ну, дело в том, что мне кажется, что те люди, которые из IT-отрасли уезжают куда-то, не деньги являются основной мотивацией, и не то, что они здесь не зарабатывали или не развивались достаточно. То есть, на самом деле, туда уезжают далеко не худшие специалисты. Они себя чувствовали и здесь достаточно комфортно, и видели перспективы не только в Штатах, и не только в Майкрософте, и в Европе, и в Украине, и так далее. То есть, это возможность какого-то большего объема твоих задач, карьерного роста, потому что это, ну, реально крутой трек-рекорд. Даже если ты работаешь в Европе, это все равно там, ну, один тип рынков. Глобально это другой опыт. Не факт, что они не вернутся сюда, но не деньги являются основной мотивацией, ну, и в принципе, не деньги являются основной мотивацией. Ну, с какого-то этапа времени, когда... Ну, все равно, что они прорабатывают... Из-под Черкассы перейдешь в Черкассы. Все же прорабатывают скиллы для чего? Для того, чтобы получать больше контрактов, получать больше... Да. Все равно, что к этому идешь? Безусловно, но не только... Ты же не идешь работать туда, где тебе только платят больше. Ну, я надеюсь. Не нравится, конечно, мне это не пойду. Но деньги это важно для меня. Да, но это должен быть как бы параллельный рост. То есть, с развитием твоей карьеры у тебя должен расти уровень проектов, уровень твоей ответственности. И будь то ты дженералист или ты IT-специалист, неважно. То есть, ты сделал один проект, ты получил уже этот опыт, ты умеешь что-то делать, тебе надо делать круче, круче. Ну, иначе как бы это неинтересно, и ты девальвируешь как специалист. Соответственно, параллельно с этим ты зарабатываешь больше. Но очень часто наши специалисты отсюда уезжают на более низкие роли, потому что это более широкий спектр ответственности, и там они уже тоже продолжают свой рост. Но деньги... Ну, как бы эти все люди, которых лично знаю я, они здесь себя прекрасно чувствовали. Я вам скажу, что вот тот прослойка эмиграции, которая там уехала там 91, 92, 95 год, и вот они занимаются профессиональной деятельностью в Штатах даже, это там мои друзья, они даже не представляют уже на каком уровне, в принципе, находимся мы здесь. Они думают, что тут так все и осталось, и когда они хвастаются, условно говоря, своими доходами, они не всегда меня впечатляют. Смотри, а у нас телефоны есть вот такие, а у вас в Украине есть? Вот можно вот так звонить, да? Да, да, да. То есть они нам рассказывают, что они ездят на вакейшн, в кредит, и это как бы круто. Ну, и да, прекрасно, что есть и такая возможность, да, но как бы люди, которые уехали чуть раньше отсюда, они не видели этот рост. Ну, конечно, у нас есть до сих пор какие-то проблемы, они есть на самом деле в любой стране, но вот та прослойка населения, которая уехала, специалистов, профессиональных сотрудников, и вот они уехали вот в этот период современной Украины, будем так говорить. Ну, они конкурентные, они конкурентные везде, но и здесь в том числе. В принципе, специалисты высокого уровня, они уже могут выбирать. Конечно. Их хантят везде, и здесь, и в Штатах, и в Китае, их будут хантить везде. Хантить, прикольное слово. И они там в Джо будут. Да простит меня Майкрософт. Да простит меня Майкрософт. Да простит меня Майкрософт. Что делает Майкрософт, главный офис, или я не знаю, чтобы прорабатывать скиллы наших специалистов? Зовут ли они какого-то главного оттуда, человечка, который приехал, так, значит, смотрите, это клавиатура, нужно здесь клацать, нужно вот это вот нажимать. Приезжают ли? Ну, приезжать уже нет необходимости. Все уже перешли, да? Да, конечно. Уже очень много ресурсов. Вообще, в принципе, очень много вкладывается в образование сотрудников внутри. Ну, так было всегда. В принципе, так делают все большие корпорации, потому что обучить людей внутри, их развивать, это по большому счету и, а, дешевле, и это потом эффективнее, потому что ты взращиваешь кадры внутри компании. Некоторое время назад у нас началась очень большая так называемая скиллинг инициатива для специалистов, для IT-специалистов, для наших партнеров, не только в Украине, в принципе во всех странах. Это такая большая стратегическая инвестиция Microsoft. У нас есть регулярные программы, тренинги для разного вида специалистов. Они бесплатны, и они там как бы для начального уровня специалиста, для уже продвинутых специалистов. То есть, в принципе, компания очень много инвестирует в то, чтобы в каждой стране развивалось вот такой этот muscle, да? И я думаю, что это только начало, потому очень много всего, очень много предложений, которые мы продвигаем в Украине. И, кстати, если смотреть на все рынки, в которых я работаю, украинцев всегда больше всего, то есть мы занимаем наибольшую долю среди тех, кто учится. И прямо мы можем конкурировать вот с Европой, да? Круто! Мы вообще можем конкурировать со всеми. И вообще очень здорово, что сюда приходит чуть больше конкуренции, потому что чем сильнее, это как бы не я придумала, конечно, это база экономики, но чем сильнее конкуренция, тем больше результатов у всех. Я уверена, что мы можем. У нас для этого есть все. У нас есть хорошее знание английского языка, у нас есть хорошее образование. Конечно, ему надо подтягиваться, потому что как бы развитие всех секторов бизнеса достаточно быстрое, но тем не менее фундаментальные знания у нас очень хорошие. И мы очень трудолюбивы. И это подчеркивают все. То есть это не то, что когда говорит украинская женщина, что украинские женщины самые красивые, но мы очень трудолюбивы, мы настойчивы, мы не боимся каких-то сложных задач. У нас есть, мне кажется, некий минус, с которым надо нам работать. Мы не умеем себя продвигать. У нас это у украинцев имеете в виду? Да, у украинцев. Я это вижу очень часто на примере разных стран в корпорации. То есть есть нации, и я ими восхищаюсь, которые на самом деле не так много сделали в частности в каком-то там проекте, но они умеют об этом рассказать так, что тебя это завораживает. Вот у нас, мне кажется, вот в этом есть проблема. То есть мы не умеем достаточно рассказывать о себе, о потенциале, о достижениях, о, в принципе, достижениях, которые были в Украине и раньше. То есть не только же сейчас развивается этот сектор. То есть у нас, в принципе, очень хорошая база, надо больше о себе рассказывать и быть уверенным в себе. после такого количества полезной информации от экспертов самое время услышать критику от самых главных и решающих твою судьбу экспертов. От тебя, мой дорогой человек. Ну что, Алексей? Да. Какой-то у вас ехидненький взгляд сейчас. Придется рассказывать правду. Да рассказывайте, я только за. Я ж не зря. Зачем тогда отдавать на исследование, если ты не хочешь услышать правду? А это, кстати, особенность. Не все готовы слышать правду. Зачем тогда это делать? Ну, сидите там в своем мире в розовых очках и думайте, что вы все классно делаете. нельзя так. Надеюсь, поможем. И что же у нас получилось? Мы проанализировали передачу, оценку поставили 7,9. Именно для этой передачи уровень внимания достаточно высокий. Концентрация на предложительный контент. Мы сейчас увидим динамику, а вот вовлечение ниже среднего. И здесь вот сейчас мы когда уйдем в анализ того, что мы как наши зрители воспринимали вообще контент, там будет как раз понятно, почему не сказать. То есть я увижу, где они ушли? Да, где они даже еще и не пришли. А что больше всего понравилось? Это как раз манера подачи информации. Это были больше информации о ботелях, сам ведущий. По ведущему все отлично. Качество съемки, само содержание передачи это пляжи, диалоги с местными. Очень хочу отметить именно диалоги с местными максимально вовлекали аудиторию. Круто. Вот это интересно. Атмосфера передачи ну и вообще шутки. Что не понравилось? Да. А что вот мне понравилось? Это затянутость, прерывание и само проявление рекламы. Ну это классическая история. Ну от этого никуда не денешься. Не денешься. Абсолютно верно, да. Не очень зашла музыка, например. был такой диссонанс по поводу видов Мексики и украинской музыки. То есть нет вот эмоциональной связи. Покажу. Томби наш свет. Закрыли очки моих таемных сброях. А вот интересно, потому что многие комментарии очень много людей написали. Да, я смотрел. Как круто. Музыка вообще супер интегрирована. А это может быть лояльная аудитория быть. Вот тут очень важно понимать, как если делать исследование вот такое качественное для вас, мы бы взяли вашу лояльную аудиторию, которая вас постоянно смотрит. Она знает все ваши ключики. Там то, что я смотрел по комментариям, не было какого-то блока в конце работы над ошибками. О! Свежая порция комментариев подъехала. Да, да, да. И там в комментариях наоборот просили, где же это я ждал, а этого не случилось. То есть мы бы взяли отдельно вашу лояльную аудиторию и новую, которую потенциально хотела бы смотреть, потенциально ваша аудитория, но еще не очень знакома с вами. И здесь вот мы бы... Прикольно, вот это интересно, да, да, круто. Потому что важно же не только, ну как бы важно, конечно, привлечь новую аудиторию, но еще сохранить свою лояльную. И здесь вот как раз баланс нужно держать. И ну очень много кто отметили, что все понравилось. А вот полицейские, это не понравились им полицейские? Да, вот именно кадры, вот именно самоналичие. Я чист. Я чист. Все. Я понимаю, что эта часть выпуска могла вызвать у вас ощущение опасной Мексики. И информация о том, как вообще полицейские вот работают, могут себя вести во время путешествия. То есть вы отправляли людям, которые сидят сейчас? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Очень было напряжение там. И вообще все, что связано с просмотром, там очень много таких переживаний было во время. Прикольно. То есть люди видят, что полицейские, и полицейские у них подсознательно ассоциируются с чем-то вот неспокойным. Да, и у нас же там они были в масках, и плюс в передаче вы говорили о том, как они занимаются рекетом. То есть по факту могут кинуть на деньги. Здесь вот как раз... Прикольно. Не понравился этот момент. А вот синие, это значит там, где они сильно возобовлечены, да, или нет? Да, да, да. То есть я вот смотрю, сильный толчок был. Это 12, это у нас бедняков про отель третьей линии. Вид у меня прекрасный. Причем на любого посетителя, как говорится. Вот вид на океан, а сюда вид на стройку, чтобы не расслабляться. То есть людям все равно интересно смотреть отели, сравнивать цены. Да, да, да. Это было интересно. Есть как раз момент вашей пользы, которую вы доносите до зрителя, да? То есть потенциально это же то, что почему мы снимаем о путешествиях. Просто рассказать, у вас никогда потенциально вы туда не приедете, но вы хотите узнать, как там все происходит. И потенциально помощь, понимание того, какие цифры, сколько где что стоит. Ну вот не хватало немного визуального такого сравнения с точки зрения вот именно графического материала. И вот я смотрю, следующий всплеск как раз тоже на рекламе. Да, а вот тут очень все хорошо случилось. То есть если там была такая интеграция, как логотип, то здесь это был отдельный ролик. Я вор-домушник с 20-летним стажем. Моя семья всегда жила в шоколаде. Мы много путешествовали. Ни в чем себе не отказывали. Но потом все изменилось. И ролик, он вовлек максимально. То есть это такое прерывание вообще всей истории, которое ты опа, что-то новое, да? То есть мы сразу обращаем внимание. Причем ролик сопровождался как положительными, отрицательными эмоциями. Положительные эмоции, ну как сам юмор, он вовлекал достаточно хорошо. Но отрицательные эмоции, то, что мы говорим после разбора, вызвано тем, что это за контекст ролика, да? Там как раз это охранная система, воровство. Какие чувствительные люди. А это все сопереживания. Ну то есть это же сразу переносит на себя, возможно, у кого-то негативный опыт. Ну это круто, это Аякс надо показать. Заходит рекламка, давайте еще, еще, еще. Да. Ну это говорит о том, что есть сопереживание и отклик аудитории. То есть они максимально вот как раз включаются в этот момент. Отметили, что ведущие, интересные, доступно подают информацию. Легко и сторонние. Иногда со Степом. Данная версия исследования, которую ребята провели для меня, была ускоренной. Но даже по ней я сделал для себя много полезных выводов. На меня лично это произвело мощное впечатление. За что и благодарю Алексея и его команду. А всем хейтерам все равно, до уля. Украинцы, которые были успешны в создании компаний, ре-инвест. М-м-м. М-м. 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 когда я приехал 2.5 лет назад, мы не имели никаких маркетинговых. Мы были спрятать почти ничего. Мы имели несколько маркетинговых людей, но мы не имели никаких маркетинговых. Но я понял, что очень важно, это то, что вы делаете историю. И если вы не рассказываете правильное, если вы не рассказываете, то люди не понимаете. И я имел эпидемий, когда я уехал в Давос, несколько лет назад, в Украине. Украина – это большой в Давосе. Украина – это очень хорошая в Украине. И я всегда слышал люди, которые всегда говорят, что украина проблем с историей. Мы должны рассказать хорошую историю. И все знают в Украине, о войне, о войне, о корруппировании, о Chernobyl. Да, да. И я думал, что мы должны остановиться. Мы должны начать рассказать хорошую историю. И если мы хотим эту историю услышать, то мы должны потратить немного денег чтобы отвечать к людям. И это почему я решила, что у меня есть хороший бюджет в маркетинге. Мы потратим много денег в маркетинге. Но мы должны рассказать эту историю, что Украина – это место, где мы имеем среди лучших специалистов в мире. Потому что это хорошая новость. Мы должны рассказать хорошую новость. У нас хорошая еда, у нас отличные люди, у нас энергии, артисты и хорошие специалисты. Это важно. И что, обучиться еще год-два? Дальше куда? В Штаты? Нет, зачем? Здесь? Да. Почему? А почему нет? Ну, смотрите. Все такие интересные. Все такие, у нас здесь плохо, поеду куда-нибудь, где лучше, буду работать там. А кто здесь лучше сделает? Ну, как бы, ну… То есть, если у тебя дома ломочка перегорает, ты же не идешь к соседам и переезжаешь. Ой, ну камон, вот этот патриотизм. Ну, что здесь? Надо же здесь, чтобы оставались специалисты. Ну, нет. Ну, не поверю в это никогда. Вот действительно так есть. Хочется тут оставаться. Ну, естественно, там на год, на два куда-нибудь переехать, именно пощупать. А как оно там? Как там жить? Как там люди работают? И так далее? Да, окей. Ну, типа для обмена опыта. Ну, а прям вообще чемодан вокзала куда-нибудь подальше? Нет. Ну, в Штаты ехать, чтобы пощупать, там опасно. Сейчас уже щупать, там за это лучше не надо. Не надо. Мое мнение, что продавать, конечно же, нужно глобально. А если говорить, где жить, я был в некоторых странах Европы и мира. Я считаю, что Киев один из самых комфортных, удобных городов. Здесь очень крутое комьюнити, классные люди. Что ты можешь сказать молодым вот людям, таким, как мы с тобой, у которых есть идея, но которые что-то боятся и думают, да ну не надо, не надо, вот доставка дронами, да это вряд ли кому-то поможет. Что ты можешь им сказать? Если чего-то это хочется, значит это для чего-то надо. Значит, надо просто не бояться и делать. Но есть и второй ответ, он как бы чуть менее мотивирующий, наверное. Если тебе реально чего-то хочется и так далее, ты не будешь там никого спрашивать, а нужно ли меня пробовать или нет. Тебе там хочется сделать настолько, что ты это сделаешь, несмотря ни на что. Нет законодательства денег, да это все ерунда, это же будет так круто, я просто обязан попробовать, иначе я себе этого не прощу. И как правило, результаты добиваются именно такие люди. Если есть какие-то сомнения на старте, любой проект, любой стартап это тяжело, это труд и всегда появляются какие-то моменты, что-то здесь не получилось, там что-то не сосрослось, денег не хватило, сотрудник важный шел. И если тебя прям твоя идея, твой проект не разрывает изнутри так, что ты прям спать не можешь кушать хочешь, то с высокой степень вероятности ты бросишь. Поэтому если есть вот такого рода сомнения, есть какая-то неуверенность, может быть стоит дождаться того момента, когда ты попадешь на вот этот первый уровень, и тогда приступай. Если изначально я хотел просто понять, кто же такой этот украинский айтишник, и как он там стремительно вырос, то в итоге, в итоге это вышла такая себе программа гордости. Я правда зарядился энтузиазмом наших героев. Для них, кажется, нет ничего невозможного, а все мечты просто разложены на цель. И место, где мы с ними познакомились, Unit City, оно поражает масштабами мышления. К концу 2025 года проект будет полностью реализован, и будет занимать 1 миллион квадратных метров, и 30 тысяч специалистов. И действительно станет городом в городе. Так что я желаю каждому из нас такой энергии и размаха в целях. С наступающими вас, кстати. В следующем году все будет намного лучше. Правда? Этим выпуском мы хотели бы сказать каждому из вас, что все возможно. Даже если ты маленький мальчик, сидишь неуверенный в себе в гараже, и мечтаешь построить какую-то компанию, и продать ее за миллиарды долларов, не веришь в себя. У-у-у. Все реально. А вам, специалисты, которые хотят уехать из своей страны куда-то туда, в Штаты, мы передаем вам пламенный привет и говорим. Юнит-Сити ставит вам шах и мат. У-у-у. У-у-у. О describe! У-у. Продолжение следует...